Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии и конкретно о 41 главе. В 41 главе мы видим достаточно конспективный рассказ о заговоре и убийстве наместника Гадолии, который правил в Иудее по поручению царя Вавилонского, потому что вавилонские цари, ну, Ходоносер, собственно, завоевав Иерусалим, оставили в этой земле некоторого правителя той же народности Гадолию, который, к тому же, судя по всему, оказался достаточно эффективным правителем для того, чтобы можно было как-то жизнь снова выстраивать. И против Гадолии составился заговор некто. Исмаил, сын Нафании, взяли, поразили и убили Гадолию. Вот, собственно, все, что и произошло. Некоторые детали дальше добавляет 41 глава о том, что какие-то люди в разодранных одеждах приходят к этому самому Исмаилу, который готов убить и их тоже, но между ними есть некоторые 10 человек, которые говорят ему, ты знаешь, у нас, мы знаем место, где лежит клад, у нас есть в поле кладовые с пшеницей, и ячменем, и маслом, и медом. Ну, видите как, оказывается, там уже достаточно тяжелое положение-то, чтобы очень даже заинтересовался глава заговора вот этими самыми кладовыми с пшеницей, ячменем, и маслом, и медом. Вот, это оказывается очень большим стимулом, и поэтому он не умертвил, не убил тех, кто вот ему про эти самые кладовые сказал. А дальше захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в массифе. Вот, собственно, он захватывает, узурпирует все, что только можно. И последние, последние какие-то проблески законности и осмысленности исчезают. И вот мы видим, как в Иерусалиме, в земле иудейской, воцаряется какой-то проходимец, у которого никаких оснований для власти, для того, чтобы управлять этой землей, нету. При этом военачальники бывших царей, которые как-то пытались вокруг гадолии убитого наместника сгруппироваться, вот они услышали об этих злодеяниях и пошли сражаться. Пошли сражаться. Вот начинается уже гражданская война. И этот самый Исмаил, узурпатор, убежал от Иоанна, своей семьей человеками всего, ушел к сынам Аммоновым. И, собственно, в этом гражданском противостоянии победили сторонники Иоанна, который, в свою очередь, был сторонником наместника Гадолии, убитого Исмаилом. Оказывается, посмотрите, что хаос, который начался с царя Садыки, потому что царь Садыки не захотел сдаться. У него, значит, вот такой вот, видимо, характер, принципы, не знаю, понятия. Он не захотел сдаться. И от этого сначала гибнут его сыновья, потом ослепляются и уводятся в плен сам царь. Иерусалим взят. Все маломальски самостоятельные люди в нем угоняются в плен, остается какая-то голыдьба, которые достаются их поля и виноградники. И дальше все равно мир не наступает, потому что и внутри этих людей продолжается конфликт, ненависть, борьба и убийство. Вот так противная воле Божьей решение царя, оно отравляет жизнь огромного количества людей. Огромного количества людей. Ну, а, собственно, тот человек, который записывает эту историю, рассказывает нам о том, как Меохананцин Корея победил Исмаила Узурпатора, потому что они, победители, собрались уйти в Египет, уйти в Египет. Вот для Иеремии это важный поворот, потому что самого его бегущие в Египет бунтовщики уводят против воли пророка. Да, как овца веден был он на заклание, как говорит в похожих обстоятельствах сам Иеремия.